Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Софья Мазина, я редактор отдела подростковой литературы редакции КСМО Детство. Сегодня я хотела бы рассказать вам о наших самых интересных новинках начала лета, которые мы рекомендовали бы для чтения детям на летних каникулах. Все эти книги очень интересные, живые, они написаны самыми лучшими авторами и в каждой из них есть что-то особенное, что непременно найдет отклик в сердце юного читателя. Книги относятся к самым разным жанрам, поэтому, чтобы вам было проще в них ориентироваться, я постараюсь разбить их на некоторые группы по возрастам. Все книги нашего отдела предназначаются для чтения детьми от 6 до 12-14 лет. Я начну с тех книг, которые мы рекомендуем для чтения детям, которые только начинают читать самостоятельно. И порой оказывается так, что не очень не нравится им читать и книги в целом. И мы ставим перед собой такую задачу, чтобы помочь этим детям расчитаться, то есть предложить им наиболее интересный, легкий и захватывающий сюжет. Начну я с новинки в одной из самых известных наших серий, созданной по мега популярной у детей игре «Привет, сосед!». Книга называется «Официальный путеводитель по хоррор-игре Hello Neighbor» «Записная книжка соседа». В книге найдутся ответы на все вопросы, которые не дают покоя фанатам игры. Полная русификация всех названий, локаций и имен даже второстепенных персонажей. Весь блок книги внутри цветной, а обложка с очень интересным рельефным оформлением. Рекомендуем всем, кто любит игру, видеообзоры и ролики про соседа. Возраст, на который она рассчитана, как мы любим говорить, от 6 до 99 лет, потому что эту игру любят не только дети, но и взрослые, и понравится эта книга безусловно всем. Следующая серия, о которой я хочу рассказать, называется «Волшебная библиотека и книги-порталы». Сейчас в нее входят две книги – «Дракон в библиотеке» и «Чудовище из озера». Серия рассчитана на младший школьный возраст, от 6 лет. Текста в ней немного, зато очень много иллюстраций практически на каждой странице и крупный шрифт, благодаря чему ребенок не успеет устать от чтения. Написано с юмором, добро в конце побеждает. Книга прекрасно подходит для первого чтения. Главная героиня по имени Никит не любит читать, как и очень многие современные дети, они узнают не из себя. Она не мечтает стать принцессой и жить в волшебной стране. Но именно Кит, как выясняется, владеет мощной магией, которая помогает нашей героине управляться с книгами-порталами. Кит ждут удивительные приключения и встречи с фантастическими животными. Простой линейный сюжет и классные обложки этих книг непременно понравятся любому ребенку. Следующая серия называется «Плакучий замок. Загадки, легенды, расследования». Две книги – «Проклятие мальчика-оборотня» и «Сокровища золотого черепа» уже вышли, а «Монстры атакуют» выйдет очень скоро. Эти книги идеальны для летнего чтения. Уморительный юмор, очень много иллюстраций по тексту, который автор, кстати, сам нарисовал, прикольные персонажи – все это принесет очень много веселья детям. Сюжет следующий. Приятели Гнильс и Спанч учатся в школе «Плакучий замок» для не особо выдающихся детей. И когда в школе происходят ужасные преступления или нападают пираты, ребята берутся за расследование. А еще они терпеть не могут математику и физкультуру. Очень смешная серия. Сто процентов зачитают даже не читающие дети, которые думают, что книги – это скучно. Конечно же, мы не можем обойти вниманием нашего любимого автора Холли Веб и ее новую серию «Школа моей мечты». Серия состоит из четырех книг. Хлоя в центре внимания, Сара и роль мечты, Лили придумывает желание и Беттани поет второй. Это школьные приключения четырех подруг. Со свойственной Холли Веб мудростью и тонким психологизмом она показывает, как можно решить обычные подростковые проблемы. Например, влиться в новый коллектив, преодолеть застенчивость, наладить взаимопонимание с родителями и даже разобраться с нечестным поведением участниц на конкурсах. Издание очень красивое, с блестящим покрытым фольгой крышком, в каждой книге своего цвета. Читать можно, начиная лет с восьми. Еще один очень популярный наш автор, Дейзи Медоуз, тоже представляет новую серию под названием «Долина единорогов. Истории о дружбе и волшебстве». В серию входит пять книг. Сейчас вышли первые две – «Чудеса на чердаке» и «Облачный единорог». Это истории про двух девочек, попавших в волшебную долину единорогов, где их ждет множество веселых и увлекательных приключений, и где дружба и добро всегда побеждают. Перу автора также принадлежит популярный в России цикл «Лес дружбы». Читать можно, начиная лет с четырех. Внутри книги очень красивые черно-белые иллюстрации, а на обложке очень интересное оформление географическими звездочками. Таких обложек мы пока еще не делали. Еще в начале лета у нас выходит очень классная серия для начинающих читателей. Называется она «Мистер Пес спешит на помощь». Интересна эта серия тем, что ее написал очень популярный британский телеведущий, исследователь и авантюрист Бен Фогл на основе своих собственных приключений. А помогал ему в этом известный писатель Стив Коул, работавший над такими франшизами, как «Доктор Кто» и молодой Джеймс Бонд. Книги иллюстрированные, с небольшими объемами текста и очень классным героем, отзывчивым псом, который готов помочь любому, кто попал в беду, хоть зверю, хоть человеку. Это очень добрые и веселые, и при этом современные истории о животных, с очень прикольными забавными обложками. Далее мне хотелось бы рассказать о книгах для детей чуть более старшего возраста. Они рассчитаны на читателей 9-10 лет и отличаются в основном за счет больших объемов текста, меньшего количества иллюстраций и более сложных героев и сюжетов. Однако эти книги могут читать дети и более младшего, и более старшего возраста в зависимости от их уровня чтения и интересов. Начну я с книг по Артемису Фаулу. Артемис Фаул – знаменитый роман Йона Колфера, экранизированный компанией Дисней в 2020 году. Вашему вниманию прилагаются две совершенно новые книги о таинственном мире подземного народца. Первая из них, которая называется «Служба в репликон» – это руководство для офицера подземной полиции, которое якобы совершенно случайно попало в руки к людям. Вторая книга «Волшебный мир сегодня. Магические существа гавани и Атлантиды» – это своего рода путеводитель по волшебному подземному миру и его обитателям. Обе книги проиллюстрированы и написаны в очень интересной манере от лица различных волшебных созданий. Следующая наша очень интересная серия написана автором, которую зовут Флёр Хичкок. И называется эта серия «Расследования ведут новички». Это детективы, в которых расследования ведут современные подростки. Они разговаривают на языке, понятным нашим читателям. У них современные проблемы и сложности. Серия чем-то напоминает черного котенка в лучших его традициях и проявлениях. Ребята учатся и выручают друг друга в беде. Добро побеждают, преступники наказаны. Простое повествование читается быстро. Отличный вариант для чтения на каникулы, в том числе для неактивно читающих детей, потому что объемы средние, нет пространных описаний, только и успевают следить за событиями. Следующая книга, которая называется «Последняя чародейка» автора Джулии Пайк, существует отдельно. Она не серийная, у нее нет продолжения, но относится она к нашей серии фэнтези для подростков. Это просто потрясающая книга о волшебстве и магии с заклинаниями, волшебными книгами и говорящими животными. В книге множество заклинаний, которые используют волшебники, а в конце истории можно найти руководство по их созданию и сочинить свое собственное заклинание. Главные герои сталкиваются не только с волшебными проблемами, но и с общечеловеческими, такими как выбор между правдой и спасительной ложью, верностью и предательством. Здесь вас ждет неповторимая атмосфера сказки, чудес и очень интересный сюжет. К этой же серии фэнтези для подростков относится еще одна отдельная несерийная книга, которая называется Тайное озеро, автора Карен Инглес. Это история о путешествии во времени и о трогательной дружбе, пронесенной через года. Двое главных героев, брат и сестра, пытаются разгадать тайну соседского песика, который регулярно куда-то пропадает. Здесь есть трудный выбор между тем, что хорошо и что правильно, рискованные приключения и немножко чудес. Отличная захватывающая книга в жанре фэнтези с очень красивой обложкой. Следующие две книги под объединенным названием Поткин и Штупс соединяют в себе два самых популярных на данный момент жанров подростковой литературе фэнтези и детектив. В этих книгах очень необычные персонажи. Девочка Лили Поткин, мечтающая стать детективом, и мальчик-призрак Недли Штупс. Недли не повезло. Мало того, что он превратился в привидение и ничего не помнит о своей прошлой жизни, так его еще никто и не видит. Никто, конечно, кроме Лили. Вместе они должны раскрыть тайну Недли и столкнуться с очень опасными злодеями. Сюжет захватывающий, но в конце все непременно закончится хорошо. Лето в Зоммербю – это, безусловно, самая летняя новинка Эксмо детства. Кирстен Боя стала уже классиком современной детской литературы. Это одна из самых-самых известных писательниц в Германии. За ее плечами множество наград. Самая известная из них – премия ЮНЕСКО и номинация на премию Андерсена. Лето в Зоммербю – это трогательная история о девочке Марти и ее братьях. Их родители попали в беду и детям пришлось отправиться в маленькую деревушку на берегу Балтийского моря к бабушке Инге. Вот только они ее раньше никогда не видели, почему-то родители не общаются с ней. Здесь нет интернета, зато полно живности. Коровы, гуси, куры. Тут нет новомодных гаджетов, зато можно плавать на лодке и ловить злодеев. Марту ждет самое неизбываемое лето в ее жизни, а также ей предстоит открыть некоторые семейные тайны. Среди других книг Кирстен Боя – серия «Дети с улицы чаек». Все ее книги – это невероятно теплые, добрые истории о счастливом детстве. Ну и, наконец, я хотела бы рассказать вам о книгах, которые предназначены для детей, которых можно назвать уже полноправными подростками. Это «Дети 12-14 лет». Эти книги отличаются большими объемами, и героев ждут более опасные и захватывающие приключения. А еще к этой категории мы относим книги с историями ужасов и страшилки. С них я и начну. Первая серия, о которой пойдет речь – «Особняк с привидениями». Всего в серии 4 книги. Сейчас вышли первые две. Кошмарный квартет и полночь у мадам Лиоты. Это наша новая серия страшилок. В ней собраны истории с классическими сюжетами об оборотнях, призраках, вампирах, заколдованных предметов и магии. Все их объединяет одно – таинственный особняк, в библиотеке которого хранятся все эти истории. Автор – Джон Эспозита, признанный мастер ужасов и сценарист сериала «Ходячие мертвецы». Однако книги выходят под брендом «Лисней», поэтому от них не стоит ждать излишней кровожадности, и тем не менее эти истории все равно леденят кровь и заставляют пробежать по спине мурашки. Интересно то, что в книге очень необычный макет, и есть даже черно-белые иллюстрации. А также по ходу повествования читателям постоянно общается очень ироничный рассказчик – призрачный библиотекарь особняка Амикус Аркейн. Книги серии «Заколдованный лес» относятся к жанру фэнтези. Написаны они Дж. Э. Уайтом, автором «Ночных тетрадей», очень популярной нашей книге, по которой компания Netflix сейчас снимает фильм. Таинственный запретный лес, древние проклятия, могущественная магия, потрясающая атмосфера и мастерски выстроенный сюжет. Все это делает историю настолько захватывающей, что она буквально не отпускает до самого финала. Книгу обязательно оценят поклонники Нила Геймана и братьев Гримм за несколько мрачную, чарующую атмосферу волшебного леса. Главная героиня – девочка Кара, которая живет в деревне, окруженной диким заколдованным лесом. В деревне очень строгие правила жизни, среди них запрет колдовать и приближаться к лесу. Но у Кары, похоже, есть особый дар, который так и влечет ее к страшной чаще. И впереди Кару ждут непростые испытания и очень неожиданные открытия. И, наконец, последняя книга, о которой я хотела бы вам сегодня рассказать. Это первая книга серии «Измененная» фэнтези-бестселлер для подростков. Книга называется «Серебряные врата» и написана она Джосефом Дилейне, автором популярной серии «Ученик-ведьмака». В этой книге описывается очень оригинальный мир, порабощенный пугающими монстрами, с которыми действительно трудно справиться, если рядом нет настоящих друзей. Интересно, что действие происходит в Британии, поглощенной жуткой злой тьмой, которую называют Шоль. И только у главного героя, мальчик по имени Крафти, есть силы, способные прогнать эту тьму и спасти мир. «Серебряные врата» — это захватывающий роман, полный чудовищ, экшена и удивительных приключений. На этом мой рассказ заканчивается. Я надеюсь, что вам было интересно, и вы сможете найти среди наших новинок книги, которые придутся вам и вашим детям по душе и помогут провести летние каникулы с пользой и удовольствием. На этом все. Большое спасибо. До новых встреч!